Всем привет, друзья! Впереди нас ждет влог с захватывающими сюжетными поворотами, а пока я нанесу уход, заодно покажу вам свой новый уход и просто немножечко поболтаем. Потихоньку, робкими шагами в Краснодар приходит теплая погода. Несмотря на это безумие, что происходит сейчас с ветром, такие ветреные пасмурные дни перемежаются с солнечными. Я меняю свой уход сразу же. Я убираю из ухода все кислоты. Кроме одной единственной любименькой гиалуроновой, разумеется. Я думаю, вы все знаете, что такое гиалуроновая кислота. Это кислота, которую продуцируют и наши с вами фибробласты в коже. Но с возрастом так происходит, что продукция гиалуроновой кислоты снижается, ее нужно восполнять извне. И я сейчас перешла на новую линейку продуктов. Я немножечко даже в вас буду вот так подспатривать, чтобы видеть, куда я наношу. Поэтому у меня и крем для кожи вокруг глаз тоже новый. И крем для кожи вокруг глаз, и дневной крем, и ночной у меня все из одной линейки. Вот это дневной крем для лица гиалурон эксперт с гиалуроновой кислотой от L'Oréal Paris. Это очень приятный крем. У него такой, знаете, возрастной диапазон от 25 до 45 лет. Но мне кажется, что он даже больше можно этот диапазон растянуть по моим каким-то ощущениям. Крем классный с точки зрения увлажнения, и он прекрасен как база под макияж. Поэтому на утро просто сказка. Ночной крем в этой линейке непростой. Это крем-маска. То есть это ночная крем-маска тоже с гиалуроновой кислотой от L'Oréal Paris. Видишь, в чем суть? Там совсем разные текстуры. Я вам покажу на подсъеме, потому что он у меня в ванной комнате, я его не принесла. Классные ароматы, очень легкие, очень приятные. И что вот в креме для кожи вокруг глаз, что в креме для лица, что в ночной крем-маске. В составе два вида гиалуроновой кислоты. Высокомолекулярная и низкомолекулярная. Зачем это нужно? Молекулы гиалуроновой кислоты специально фрагментируют, для того, чтобы они могли глубже проникать. Что я имею в виду? Чем мельче фрагмент гиалуроновой кислоты, фрагмент молекулы, тем более в глубокие слои кожи она проникает. А что гиалуронка делает? Она на себя притягивает воду и тем самым создает как бы каркас вашей кожи, выглядит увлажненной, напитанной и такой упругой. Почему с возрастом тонус пропадает? Потому что гиалуроновая кислота, ее становится меньше. Получается, вы скажете, зачем нужна тогда высокомолекулярная гиалуронка, если она все равно не проникает? Она тоже нужна. Она на поверхности кожи создает защитную пленку и, собственно, выглаживает, дает вот этот эффект, знаете, когда тональный крем ложится просто идеально, причем любой способ нанесения можно использовать. Даже самый капризный тональный крем начинает работать совсем по-другому. Кстати, вот вам, пожалуйста, лайфхак. Если вы не дружите с каким-то тональным средством, попробуйте качественно увлажнить кожу и, возможно, все заиграет новыми красками. Мне очень нравится, я наношу и на кожу лица, и на зону декольте. В этой линейке много всего есть. У меня еще есть от них мицеллярная вода и умывалочка. Вот, имейте в виду, там можно собрать полностью всю линейку ухода. Это... О, SPF 20. Вот, вот, только сейчас дочиталось, что здесь SPF 20. Это очень-очень хорошо. Мне очень нравится запах и мне очень нравится текстура. У ночной крем-маски текстура более плотная. За счет этого такой питательный эффект создается, но ни в коем случае не липкий. Класс, класс, мне нравится. Такой базовый универсальный уход, который подойдет практически всем. Что нас ждет? Сейчас я приведу себя в порядок. И пойду на почту, потому что мне пришло несколько посылок. И самое удивительное, мне нужно получить посылку от моей подписчицы. Вика периодически балует меня подарками. Я никогда этого не знаю и не ожидаю. То есть она просто вот мне сообщает, что... Ктюш, пойди забери посылку. И я заберу Вероничку из школы, и мы вместе пойдем посылку заберем. Я в предвкушении, Вероника в предвкушении. Это всегда очень-очень приятно. Я думаю, вам тоже будет интересно посмотреть, что там мне прислали. Обязательно вам покажу. А пока мы с Вероникой пойдем за посылками, вы сможете посмотреть другие отрывки, эпизоды из моей жизни. Сегодня была в магазине... Где-то тут должно быть название. МПР. Магазин постоянных распродаж. Чем-то похоже на фикс прайс. Сейчас покажу. Цены разные, не всегда бюджетные. Что-то дороже фикса, что-то дешевле фикса. Ну, разные. Но мне понравился ассортимент. Там столько всего. Я взяла вот такие милые, нежного очень цвета зажимы для пакетов. Я, например, открываю всякие отруби, еще что-то. Вот этими штуками удобно закрывать пакеты. Тут даже можно выставлять месяц и дату. Для меня это лишнее. Тем не менее, на кассе по 19 рублей были вот такие салфеточки BabaYaga.com Russian Superhero. Что это такое вообще? Без треклозана, с экстрактом эвкалипта, салфеточки. Ну, не знаю, взяла. Были еще какие-то, но я вот взяла почему-то вот эти. Сделана в Корее вот такая маска тканевая. My Secret регенерирующая маска. И вот произведена в Корее. Стоила 69 рублей. Все это удовольствие я не смогла себе отказать. Хотя, честно говоря, я пытаюсь отказаться от тканевых масок. По целому ряду причин. Основная, конечно, экологическая. Так, коллагеновая такая еще маска. Ну, тоже самое 69 рублей. Вот, первое, что я взяла. Там очень много товаров для дома. И вот это такие самоклеящиеся застежки для картин. У меня есть картины, которые хочется повесить, но нет возможности дырявить стену. Поэтому я вот при помощи вот этих застежек попробую. Не знаю, надеюсь, будет держаться. Заходи. Я попробую. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, будет держаться. Хочу повесить картину для своего ребенка. Ну, спойлер, спойлер. Ребенок оказался здесь неожиданно. Я взяла вот такие маленькие бурлящие шарики для маленьких принцесс. Да, бомбочки для ванны. Вот сегодня, я думаю, мы их и опробуем. Так. Ой. Да, это я садовод же. Кстати, я съела недавно первый урожай свой. Извини, что перебила. Что ты хотела сказать? Я съела свой первый урожай. У меня выросла рукола. И я ее прям ножницами срезала и добавила в салат. Вот. Так что схема работает. 150 рублей стоит такой набор. В фикс-прассе давно их не было. А мне они были нужны. Может, сейчас, кстати, и появились. Не знаю. Так. Это любовная магия. Агорбатти. Это палочки ароматические. Сейчас мы их... Так, Вероника, осторожней. И зеленую тоже мы сейчас вскроем. Только вот так надо вскрывать аккуратно. А не чтобы все... Нет, там не жидкость. Там палочки ароматические. Вот такие. Так. Что скажешь? Кусневка. Нравится? Да. Ну, вот такие палочки. Куда их вставлять? А я потом покажу. Не сейчас просто. У меня сейчас работа. Не хочу, чтобы пахло. Значит, ну, обычные ароматические палочки. Да, вот такая вот основа. И, собственно, на нее налеплено. Я взяла себе любовная магия. Там было еще... Там была крепкая семья, например. И вот еще я взяла... Как называется, дочь? Зеленый чай. Зеленый чай. Дай понюхать. Я надеяла, что он будет пахнуть свежим. Одну палочку. Угу. Ну что? Пахнет мятой. Ой, вкусно, кстати. Слушайте. Мама, а можно потом показать? Покажешь. Тебе сейчас... Ну, когда надо показать? Тебе надо подготовиться к показу? Нет. Нет? Значит, смотрите. Вот эти все палочки, они обычно пахнут очень специями, очень по-восточному. Очень тяжело. Первый раз я встречаю аромат, который пахнет действительно зеленым чаем. И очень легкий запах. И сделано в России, написано, кстати. Вот. Неожиданно. И за 99 рублей точно знаю... Тебе резинки? Да, тебе резинки. Точно знаю, что фикси они стоят дешевле, но фикси они были только в коричневом варианте. Нам нужны именно вот такие. Белый черный? Ну, во-первых, белый черный это краша, учитывая школьную форму. И эти резинки, кто не знает, они по плотности, как плотная резинка от колготок, что ли. Они не больно стягивают волосы, в случае чего легко снимаются. Вот так 99 рублей стоило. Рассказывай, кто это со зверей. Маги, Маги. Помните, во влоге мы показывали такую только... Да, мы показывали уже. Не помню, ладно. Извини, извини. Ну, Маликова и Киси Миси. Вот. Вот теперь больше. Откуда он у тебя взялся? На зону. Угу. Вероника накопила на него деньги. Она накопила свои карманные средства. И вот мы заказали на эти деньги хаги-ваги. Слушай, а что ты можешь сказать родителям, которые боятся своим детям покупать хаги-ваги? Как ты считаешь? Это страшная игрушка? Для меня она очень красивая. Ну, слушай, красота это такое абстрактное понятие. Я имею в виду, как ты считаешь? Дети их не боятся? Маши нет. Ну, Маша у тебя вообще бесстрашная подруга. А, ну, вообще, как ты считаешь? Ну, надо ребёнку покупать такую игрушку или нет? Если она зубастая и страшная. Ну, если он хочет, покупайте. Так, разумно звучит. Когда он у меня был маленький, я немного его боялась, но перебоялась. Ну, и теперь он у тебя не вызывает страха, правильно? У меня две такие игрушки, со мной лёгают в кровать. Можно ли сказать, что ты его подчинила? Из-за того, что у тебя появилась эта игрушка, ты свой страх подчинила. Больше он тебя не пугает, правильно? То есть теперь это твой друг? Да. И он с тобой спит? Да? Да, и киси-миси. Так. Но имейте в виду, что это из Китая, и глаза у него могут быть плохо приклеены. Так, да, ну мы их подшили, скажи, что мы их подшили, ну не у этого, у киси-миси, мы подшили. Ну да, это всем мамочкам на заметку, имейте в виду, сейчас можно я покажу вам, секунду. Вот эти штуки, липучки могут отрываться, вовремя подшивайте. И глаза нужно подшить иглой. У нас даже с примеркой. Супер, тебе очень идёт. Вот такие дела, такие маленькие покупочки, такие вот маленькие детки. И можно идти, да, делать уроки. Давай делать уроки, пока у нас есть время. Я заскочила в фикс-прайс. Мама, шутя, назвала меня курицей-насеткой, потому что опять эти долбаные цветы. Значит, я купила, во-первых, вот такую опору для растений. Сейчас покажу вам, для какого растения. Эта штука втыкается в землю, вот этим вы привязываете веточки, и они у вас не разваливаются. Вот такой купила конструктор для Вероники, потом ей вручу, игра в кальмара. Вероника не смотрела, разумеется, сериал, но почему-то это супер модно среди детей. Также для Вероники взяла вот такую кепчу. Значит, эти кепки продаются в разных цветах, от черного до белого. Есть нежно-розовые, есть какие-то бежевые. Эти кепки живут недолго. Привет! Эти кепки живут недолго, но выглядят неплохо. Вот на один сезон, в принципе, отлично. Я взяла большую кепку. У Вероники большая голова плюс косы. Вот. Вот так. И для Вероники тоже я взяла бандану. Когда я спросила, какой летний головной убор она хочет, она мне сказала, я хочу черную бандану. Меня это смутило, но я думаю, ладно, ну это рыбка. Посмотрите на этот взгляд. И посмотрите, что она со стульями нашими сделала. У нас вся мебель теперь дома вот такая подранная. Да кто подрал всю мебель? Да, ладно, отвлеклись. Так вот, взяла ей бандану. У ребенка нет банданы, пускай будет, если ей это очень нужно. Дальше. Вот такие зажимы для рассады я взяла. Клипсы. Я подумала, что у меня сейчас растения привязаны к опоре фигней какой-то. Я подумала, что может вот этими клипсами будет лучше. То есть я к вот этой фигне, чтобы вы понимали, планирую вот этими клипсами привязывать цветок. И у меня цветок с толстыми стеблями, соответственно, должно работать. Не знаю, возможно, я ошибаюсь. Взяла себе вот такие перчатки садовые. У меня не было перчаток садовых. И я сегодня, ну, это еще рука вам не видно, еще более-менее. А вот эту я пришлось, ну, мне ее подпиливать. Слезло покрытие. То есть я запорола свежий маникюр. Сегодня буду делать коррекцию ночью. И я взяла вот такой грунт для орхидей. Большой, универсальный, я бы просто не доперла на себе на руках. А вот такой я взяла. Мне его нужно подсыпать в горшок. Я прошу прощения, что гружу вас своими... Пойдемте, пойдемте, я покажу. Ну, ты пойдешь с нами? Пошли, 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 пошли. Пойдем, покажу. Извините, что гружу вас своими вот этими вопросами цветочными. Но мне ничего больше не остается, потому что у меня здесь цветочная анархия. Во-первых, обратите внимание, появилась подставка. Вот, я вчера покрасила два вот этих кашпо. Они были другого цвета. Я их выкрасила, чтобы они по цвету совпадали с вот этими. И у меня есть третье такое. Вон оно стоит под искусственным цветком. Я, если что, его заберу. Вероятно, я пересажу вот этот цветок, чтобы они все были тут одинаковые. И вот, вот для вот этого цветка, денежного дерева, мне нужна опора. Видите, она так раскидала его в стороны. Я хочу его, ну, чтобы более вертикально было. И вот сюда, вот эту историю... Ой, я боюсь, его двигать не буду. Значит, сейчас, как бы мне снять. Короче, из-за вот этого цветка, который свисает... Вот это тоже должен свисать. Это какая-то лиана или что это. Из-за вот этих цветов пришлось купить вот эту подставку. Это жерка. Не знаю, как называется. Потому что этим цветочкам нужно солнышко. И мне нужно их всех поставить ближе к окну. А это вот только здесь. Больше у меня варианта нет. Вы просто посмотрите. Вот это что? Это вот человек, который терпеть не может комнатные цветы? Но я как бы до сих пор, ребят, не слушайте. Но я на сих пор не фанатка далеко. То есть мне хочется, чтобы на вот этой вот подставке все выглядело эстетично. То есть горшки одного цвета. Вот этот белый уйдет. Я не хочу его красить. Я вам объясню. Мне жалко. Мне кажется, он беленький. Может пригодиться для чего-то. Ну, как говорится, не было печали. Купила баба порося. Мы с Вероникой только сходили за посылками. Приветульки. Приветульки. Да, Вероника. Ну, тут и для тебя что-то есть. А ну-ка, открывай. Что там? Давай, пока ты открываешь, я скажу что-то для меня. И еще мне какая-то посылка едет. Она только через три дня придет. Значит, таблетки красоты. Таблетка. Это маска мгновенно разглаживающая. Маска флюид для лица. Что это? Духи. Духи твои собственные? Моя хрора. Давай понюхаем. Нанеси на себя. Блоттера у меня нет. Нанеси на себя. Разберешься? Подожди. Стоп. Давай, может, я помогу? А вот-вот. Ага, нашла? Ага. Так. Вкусно. На запястье можешь себе нанести и дать мне... Это бананом пахнет. Бананом? Да. Нравится тебе? Нанеси на запястье и дай мне понюхать, пожалуйста. Да. Все. Можно не растирать даже. Так. О, это вкусно! По мне, не бананом, а какими-то ягодами. Банан. Банан? Вероника, ты можешь не пользоваться моим теперь. Да подождите, какой есть? Сейчас вам будет обзор Вероникиных ароматов. Так вот, я не знаю, что это за маски. Я не пробовала, я даже таких не видела. Одна маска равняется 7 дням приема витаминов. Обалдеть. Нет, первый парфюм. Так, да, это, а вот, второй, да, у тебя парфюм. Ну, это этикетку делала я. Да. Мы перелили, у Вероники были духи, они сломались, и мы перелили. Нет, вот тут. Ну, ты знаешь, у вот этого аромата упаковка посимпатичнее, чем у твоего, конечно. Но они совсем разные. Оба аромата сладеньких, да? Мне кажется, что оба эти аромата такие дневные, да, дочь? Да. Ну и супер. Вот эти мне больше нравятся. Да, а мне кажется, что они оба, оба варианта очень-очень. У вот этого краша флакон значительно. Так, я могу еще показать свое? Да, могу. Скраб для тела, лимонный сорбет. Вероника, нам надо с тобой его понюхать. Мне кажется, что он очень будет вкусно. Я достану. Давай, да, достань, пожалуйста, помоги мне. А маску мы с тобой на днях тоже протестируем, да? Угу. Так. Держи вам. Благодарю. Ты будешь нюхать вместе со мной? Давай, я открою. Давай. Будь осторожна, он может вытечь. Держи его, пожалуйста, прямо. На десерт похож, да? Прямо так. Это скраб. Будь готова мыть руки после этого. Очень вкусно пахнет. Приколдес. Приколдес? Ну, я рада, что тебе нравится. Очень вкусно пахнет, свежим. У меня кожа отбелилась. Как это возможно? Ну, это нормально, если мыть руки. Кожа отбеливается обычно на них. Да нет, от скраба. Вот так это выглядит. Кажется, как так. Очень-очень занятная штука. Правда, как десерт. Я давай закрою, чтобы никто не съел. А то... А то папа может с... Папа может, да, с него станется. Ой, и я там, и меня видно в зеркале. И еще какая-то посылочка к нам едет. Через три дня мы ее заберем. Не знаю, подснимем вам или не подснимем. Наверное, подснимем. А может и нет. Может, этот влог выйдет раньше. Но в любом случае вам... Да. Говори. А вы помните, вот мы с мамой показывали моих вот этих игрований? Мне идет такой, придет завтра. Зеленый. Так. Как зовут зеленого? Кили-вили. Кили-вили. То есть у нас есть... Он не обгорелый. Инота пришла? Он не обгорелый. Это кили-вили зеленый. Это не обгорелый. А есть его обгорелая версия. Так. Потому что, когда они сбросили его в кипящую ламу. Какая драматическая история. Они все родственники? Да. Но у них какие-то проблемы в семье, мне кажется, в отношениях, если они там так друг с другом поступают. Вероника, можешь свой парфюм и оба своих парфюма уносить на свою полочку. А ты будешь прощаться? Да. И будем прощаться, и ты что-то покажешь. Что это у тебя такое? Карточка. Что за карточка? Вот это вот неправильно, если вы не подписаны. А вот это правильно, там будет ты подписан. Вот так. Этой карточкой Вероника намекает, что вам было бы неплохо подписаться на Яндекс.Дзен. Вообще везде подпишитесь, где только можете. Тем, кто донатит на Бусти и покупает видосы, отдельное мое мерси. Спасибо вам огромное за поддержку. Вот. А что ты нам рты закрыла? Проделай. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока. Пока.